так ну что двигаемся дальше предлагаю обработать вот эту фотографию давайте сразу сделаем с вами crop 4 на 5 для инсты пожалуй я чуть-чуть поправлю горизонт совсем чуть-чуть отлично давайте мы применим с вами наш созданный пресет как вы помните экспозиция у нас и баланс белого в пресете не сохранены поэтому мы первым делом фотографию сделаем светлее чтобы она у нас воспринималась естественным образом так пожалуй вот так вот отлично и теперь и теперь крутим температуру эти сделаем чуть-чуть потеплее вот так так оттенок оттенок я бы сделал вот так ну что ж это интересно давайте мы сейчас поработаем с цветами для начала посмотрим как отработал наш пресет было стало было стало так давайте посмотрим видите как светится асфальт давайте попробуем его затемнить я не знаю получится у меня или нет будем мы его затемнять при помощи кривой rgb сейчас мы его найдем в каком месте у нас так вот тут где то наверное вот вот эти светлые оттенки слушать асфальта какой красивый получился прям не синий не фиолетовый такой прям серенький прям очень приятный глазу мне очень нравится так давайте поработаем здесь синим цветом и я бы сделал его еще поменьше насыщенным а вот тональность бы увел все-таки вот в сторону фиолетовых прям чуть-чуть оставив на минус 18 мне такой цвет синего нравится гораздо больше так зеленый зеленый любите такой зеленый но вот если будете на своих фотографиях будете его прибавлять мне кажется что он тут лишний сделаем мы его вот таким вот зеленый все-таки мы сохраним но ставим от него легкий такой намек так посмотрим аквамарин мне кажется аквамарин у нас вот в этих местах в клеточках рубашки ну-ка да точно и как вы считаете он нам нужен нет я бы его прижал немножко рубашка слишком пестрое так теперь мы давайте вернемся к цвету кожи и поэкспериментируем и так цвет кожи это у нас красный оранжевый желтый это в том случае если с балансом белого все нормально зимой могут быть фиолетовые пурпурные оттенки на коже и это также лечится путем баланса белого путем температуры и оттенка но летом как правило такого не бывает поэтому поиграем ся с тональностью так вот так и желтый еще чуть левее так а сколько у нас желтого я бы желтый здесь вообще бы прижал он дает какие-то непонятные артефакты какие-то ореолы оранжевый оранжевый вот так вот минус 18 значение мне вот такой оранжевый нравится я смотрю на цвет кожи друзья не на полосы мы обрабатываем портрет так ну что ж хорошо можно добавить тени немного синего а давайте мы с вами поиграемся с тональностью давайте мы сделаем синий посильнее вот так чтобы он бросался в глаза и теперь подвигаем цветовой тон как вам такой цвет в тенях пожалуй ничего так теперь возвращаем насыщенность тянем влево вот давайте мы оставим вот пожалуй вот так вот 1617 не так уже чересчур выше 20 уже сильно бьет в глаза я думаю что где-то вот 18 будет достаточно так теперь света поднимем насыщенность и подвигаем цветовой тон вот такой свет мне нравится значение 26 и теперь насыщенность 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 я бы сделал посильнее 31 отлично давайте посмотрим теперь может быть нам стоит поиграться кривой давайте мы вот здесь чуть-чуть опустим здесь чуть-чуть опустим и так в каждом канале чуть 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 чуть-чуть синий чуть 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 ну что же интересно все обработку мы закончили смотрим и так было стало было стало их какие мы с вами молодцы так двигаемся дальше сохраняем пресет давайте я вам покажу еще один приемчик есть вот такая похожая фотография немного подальше снято фотограф отошел наверно на пару шагов назад так применяем наш пресет butterfly 002 который мы только что сделали добавляем экспозицию добавляем температурку чуть-чуть оттенок вот так вот вот друзья что я хотел вам показать как действуем на таких снимках так ну давайте мы сделаем кроп 4 на 5 на же интересует с вами instagram так поправим горизонт так давайте уберем вот это вот пятно кликнем инструмент удаления пятен наведем мишень на это пятнышко ну что-то неправильно мне кажется он берет образец вот так я думаю будет лучше отлично так теперь вот что берем с вами радиальный фильтр давайте пока его суда выставим кликнем инвертировать сбросим значение так сейчас я сделаю его температуру потеплее добавлю экспозиции и насыщенность температура 71 0.8 микс позиция насыщенность плюс 66 выставляем с вами вот сюда и передвигаем ну вот мы делаем такой лучик света который вот тут зелень на заднем плане немного осветляет в таких случаях не нужно чтобы свет падал вот сюда это будет смотреться неестественно а вот так смотрится вполне естественно и интересно так нажимаем enter и смотрим было стало было стало отлично так двигаемся дальше я хотел бы с вами обработать еще вот эту фотографию и давайте мы первым делом теперь применим первый пресет и на основании его уже сделаем пресет с эффектом винтаж вот так вот мне почему-то захотелось давайте посмотрим как работает 2 так нет надо сделать сначала экспозицию поярче вот так а теперь смотрим 1 2 но 2 мне сразу нравится больше он убирает вот эти вот артефакты на заднем плане видите первый нам что дает вот это вот зеленая кайма непонятная это у нас тут аквамарин так окрасился так хроматические аберрации галочка стоит ну тем не менее все окей применяем вот этот фильтр butterfly 2 давайте мы поработаем теперь с зеленым за который у нас отвечает желтый и зеленый но желтый еще и влияет на цвет кожи зачастую поэтому действуем крайне осторожно итак давайте мы сначала прибавим насыщенность желтый зеленый так начнем зеленого ну наверное как то так вот такой зеленый мягкий мне нравится больше всего он прям совсем близко близко к желтым оттенком желтый желтый более приятный когда он прям практически в оранжевом вот на минус 92 и такое у него как бы телесный оттенок получается вот тот же самый персик который мы с вами добивались когда делали цвет кожи так теперь насыщенности зеленый ну что скажете мне вот честно говоря вот эти вот пятна зеленого но вообще не нравится не знаю я бы оставил его вот таким прям мятным минус 92 так и желтый теперь что делать желтым ну совсем убирать не хочется потому что ну что это вообще непонятно какие-то прям неземные цвета получаются неестественные давайте мы желтенький добавим вот и в то же время мы его сделаем посветлее полегче вот таким вот образом вот отлично так теперь давайте мы с вами сделаем эффект винтаж каким образом мы перейдем в кривые выберем rgb и левую часть нашей кривой поднимем посильнее выше ну вот так вот сделаем сделаем вот такой вот воздушный интересный эффект еще поднимаем но сразу хочу обратить ваше внимание что на светлых фотографиях винтаж смотрится намного интереснее чем на темных потому что на темных сразу получаются непонятные такие тени вот который как бы ну тени я имею ввиду темные участки они прямо как блестят ну мне такой эффект не нравится так здесь мы давайте прижмем белый не будем делать его такой яркий как на предыдущих снимках ну пожалуй вот таким вот образом теперь давайте мы посмотрим что мы будем делать с температурой я думаю что вот так вот оттенок добавим немножко фиолетового цвета в оттенок прям чуть 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 и теперь давайте вот эти тени которые мы с вами осветлили давайте мы их зальем каким-нибудь интересным оттенком и так тени добавляем насыщенность прям посильнее 60 ну на телефонах вам придется наверное дождаться когда мы получим какой-то результат и потом уже только его применить потому что там один рычажочек одна кнопочка которая отвечает и за насыщенность и за цветовой тон ну хотя можно сначала повысить насыщенность до выбрать нужный тон а потом уже слегка опустить вниз то есть тоже значит реально повторить такие действия так вот мне нравится вот такой слегка фиолетовый оттенок но он такой должен быть мне кажется еле-еле заметный так и пожалуй насыщенность мы сделаем посильнее 42 это все очень индивидуально мы сейчас насыщенность подняли очень сильно поэтому на ваших фотографиях такой присед может сработать но не совсем естественно и если вы увидите что у вас на фотографии много фиолетового то нужно будет ползунок насыщенностью вести влево на 10 на 15 на 20 сейчас очень много это хорошо именно вот пшеница светло желтый свет поэтому так красиво лег на темную фотографию здесь и ляжет не очень хорошо я вас уверяю так света давайте паре бабим посильнее и посмотрим какие мы сделаем света почему-то мне хочется света такие сделать немного в сторону зеленых да вот такой вот на грани прям перехода между желтым и зеленым вот такой вот цвет какой-то горчицы что ли так и теперь убавляем свет пожалуй сделаем его но 25 так ну как вам мне кажется не хватает насыщенности давайте попробуем ползунок насыщенность добавить ну наверное да наверное да да где-то так так друзья мой синий что-то синим у нас какой-то непорядок как вам такой синий мне кажется что в данной цветовой схеме он выглядит интереснее но только конечно же не такой ядовитый давайте мы уберем насыщенность это прям вот даже можно убрать в ноль посмотрите я убрал синий в ноль ну то есть в минус 100 а теперь двигаю тон видите как он меняется то есть даже при полностью убранной насыщенности цветовой тон все равно меняется вот это обязательно учитывайте свои обработки такой мы с вами сделаем синий я верну ему все таки яркость 0 не нужен он здесь такой темный как у марина у нас тут почти нет так еще бы я в этой фотографии бы еще бы сделал ее немного бы полегче за счет того что поднять точку черного в ползунке вот наверное где-то прям вот так вот на плюс 47 да так мне кажется поинтереснее так тени тени не знаю мне нравится вот такой вот легкий светлый эффект я бы на этом бы остановился ничего колдовать бы здесь бы наверное уже не стал и так давайте смотрим какая фотография была до обработки было стало было стало и так друзья обработку мы с вами завершили и хочу еще немного задержать ваше внимание во время работы над этой фотосессии я достаточно много дней провел с этими фотографиями и вы видите только лучшие которые я отобрал для съемки этого видео в итоге я разработал пак пресетов и дал ему название butterfly бабочка давайте вам быстренько покажу как работают эти пресеты и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну в общем друзья на этом все три пресета которые мы с вами сделали они будут доступны по ссылке под видео если вы хотите получить полный набор то вы можете обменять его за донат вся информация будет по ссылке под видео также этот набор будет доступен спонсорам канала на этом друзья все легкой вам обработки творческих высот всем пока и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok